Девушки отдыхают Лёлька не дремлет. Да-да, так оно и есть, пока её держат в больнице и не дают возможности снимать. А я, кстати, уверена, что так оно и есть. Кто-то может скажет, что нет, мол, Лёлька держит интригу и специально не выходит, так скажем, на связь и даёт возможность своим детям снимать со своих каналов. Нет. Уверена, товарищи, что нет, абсолютно нет и ещё раз нет. Лёлька никогда не упустит такую возможность прямо по горячим следам снимать, шокировать и хайповать. В кои-то веки ей представится ещё раз такая возможность. Вспомните, последний раз в роддоме Лёлька снимала, даже тогда, когда ей плохо. Она выходила, шатаясь по стеночке, держась за стеночку, шла и продолжала снимать. И врачи ей запрещали и снимать ролики, и делать стримы. Ну, и это было ей не указ. Одно дело, знаете, снимает она с места, так скажем, событий. Ну, а другое дело, снимает её сын или её дочка. Это абсолютно две большие разницы. И, конечно, если бы сейчас Лёлька опять выложила какой-нибудь очередной ролик, как раз-таки из больничной палаты, поверьте мне, естественно, просмотров было бы значительно больше. Но мы с вами прекрасно понимаем, что Лёлька не упустит ни один момент хайпа. Ни один. А здесь она замолчала. По сути, молчит уже второй день, ничего не снимает. А почему? А, естественно, потому что ей запрещают снимать, да, как раз-таки в больнице. В общем, в принципе, это нормально, и нормальный медперсонал бы давным-давно бы это уже сделал, да. Ну, и вы знаете, понятное дело, ей ничего не остаётся, как заставлять своих родненьких детей пилить контент. Ролики, так скажем, пилить прямо на её канале. Заметьте, она детей, кстати, своих старших нисколько не пожалела. Ведь знает прекрасно, что на них сейчас и так лежит большая ответственность и большая нагрузка. Им надо и учиться онлайн, да, и за младшими детьми следить, и за коровами ходить, а также что-то ещё периодически готовить и снимать ролики, между прочим, на её канале, да. Вот, чтобы у Лёлечки были деньги. Вот, по идее, любая бы нормальная мама сказала детям, ладно, вам и так сложно, сейчас оставьте съёмки в покое, отложите их в сторону и просто немножко отдохните. Но куда там? Какой там отдых, когда денег всё мало, мало и мало, и в глазах одни деньги. Вот и Лёшку Лёля припахала на сей раз снимать ролики на её канале. Но Лёшка сослался, начал, знаете, из нас делать таких дурачков, которые верующие всему поверят, да, сослался на то, что якобы, а это не мамина идея снимать ролики на её канале, а это предложение некой подписчицы, которая им предложила снимать ролики, пока, мол, мама в больнице, снимайте ролики на мамочкином канале, на Лёлином канале. Ага, конечно, верим, верим. Конечно же, вот я уверена, что это идея либо Лёльки, либо её подружайки Маши. Маши, прям-таки, знаете, они своих подписчиков всегда ни в грош не ставили, да, их не уважали нисколько, и на тебе. Тут в кои-то веки взяли и решили прислушаться к ним. Кстати, по такому случаю Лёшка тоже начал хайповать. Весь довольный, весь счастливый, улыбается, смеётся. Знаете, такое ощущение, что мама у него вовсе не лежит в больнице, да. И он не только начал пилить свой контент, а по такому случаю он решил завалиться на холодной плитке в летней кухне, прямо лёг на пол, как это делало уже накануне, и уложил рядом с собой собаку, ну, артист. Вот всё-таки мамкина школа, как ни крути, молодец. Тут же и еду готовит, и на пол грязный ложится в этой же одежде, в которую потом, между прочим, будет готовить. Ну, и собачка тут же ходит, трясёт своей шерстью. В общем, да, все ингредиенты в кучу, и пыль, и грязь, и шерсть, ну, всё как положено. Лёшке предстоит, кстати, он сказал, взбивать масло, а также что-нибудь испечь своим братьям и сёстрам. Кстати, насколько я помню, а, в общем, решил он испечь, между прочим, шарлотку, шарлоточку, да, своим братьям и сёстрам, насколько я помню, Женечка учила Лёшку готовить, но я вот как-то смотрю, что Лёшка на кухне будет пошустрее, нежели Лёля и медалистка, кормящая вместе взятые. Далее, далее прикол. На улицу в холод вышла бабуля в халате, постояла у двери. Я так понимаю, после того, как я с утра сказала в своём обзоре, да, я сказала в обзоре, вы написали в комментариях, тут же о том, что дети раздетые, да, катаются по холодной земле после болезни, а бабуля кутается, кутается, упаковалась в куртку, решила нам показать, вот бабуля, видимо, что всё-таки на улице не холодно, и вот смотрите, мол, да, вышла бабуля в халате, ага, конечно, вышла, постояла 30 секунд у двери дома и побежала тут же в дом от холода. Ну, а дети, мы с вами помним прекрасно, сколько они там шли, снимались в тонких ковтёнках, в тонкой одежде и так далее. Да, кстати, Лёшка молодец, молодец, у него просто ни одной пустой ходки, опять он клянчит подписчиков, говорит, до 30 тысяч осталось столько-то, столько-то. Вот Лёлька всегда говорит, каналы-паразиты, Лёлька, вот твои дети и есть каналы-паразиты, которые на твоём имени сделали себе подписоту. Да, кстати, в прошлый раз, я вот помню прекрасно, Лёлька с Женечкой пытались, пытались испечь шарлотку. Вышло у них как-то не айс, нифига ничего не поднялось. Интересно, мне интересно, как же дело получится у Лёши, посмотрим. Кстати, сегодня в помощниках у Лёши Настя, Настя куда дели Якова, не знаю, может быть, спит, может быть, заболел, кто его знает, странно, обычно всегда Яков именно с Лёшей на съёмках, так скажем, его самый главный реквизит. Форму под шарлотку Лёша взял, ну, такую, простите, маленькую, да? Я понимаю, для четверых людей в семье это нормальная форма, но не для такого количества людей. Для такого количества народу эта форма абсолютно ни о чём. Ну, а далее Лёша стал просить прощения у своих, не поверите, нет ни у подписоты, а он сказал, у лучиков солнца, заранее прошу прощения, если, мол, я накосячу в своём рецепте и что-то сделаю не так, вы мне, пожалуйста, отпишитесь обязательно, как же нужно правильно печь шарлотку. Ну, и самое главное, сказал, что лучики солнца дают их семейству не только силы. Силы сейчас, когда мамы, мол, нет с нами рядом, но и дают, говорит, силы зарабатывать деньги. Во как, друзья мои, слушайте, какой Лёшка молодец, да? Вот как бы что бы ни было, что я хочу сказать? Вот, Лёлька, учись, учись у своего сына, учись, как Лёшка красиво, всё это дело, знаешь ли, озвучил, да? Да, суть-то тоже такова, как и у тебя, мол, нужны деньги, но при всём при этом он сначала подмаслил подписоту, а потом начал говорить про бабки, что, мол, спасибо, вы даёте нам возможность их зарабатывать. А что Лёлька? А Лёлька вообще просто офигела по полной программе, офигела, как говорится, в корягу, да? Она, кто не успеет зайти на стрим, как тут же в лоб, в лоб просто вот эту вот прямо, знаете, правду матку выкрикивает, так, а ну, кто тут плохо смотрит мои стримы, мои ролики, кто тут плохо лайкает, почему так мало лайков, где деньги и так далее, нам нужна ваша помощь. В общем, да, друзья мои, всё как обычно. Знаете, Лёлька вот просто сразу с места в карьер. Я считаю, что здесь ей действительно стоит поучиться у Лёши, кстати. На выходе Шарлотка у Лёши получилось значительно лучше, нежели у матери вот этой вот мастера спорта и у Женечки. Поэтому теперь они могут брать уже уроки, да, и пример с Лёшей, как надо правильно готовить. В конце ролика Шарлотку демонстрировала Настя с Матроной, ну, и потом появился Яков, он уже ничего не ел, просто сидел с Лёшей вместе на диване. Ну, в общем, что мне понравилось, да? Мне понравилось то, что на кулинарном канале, на минуточку, это всё-таки кулинарный канал, да, то есть неважно, что он провёл вот этот вот, так скажем, мастер-класс по Шарлотке у Лёльки на канале, но всё же он делал свой контент, да, и вот как раз-таки, когда он говорил рецепт Шарлотки, он еле-еле его так сказал, знаете, один разок, там что-то как-то, сколько яиц, туда-сюда, зато при всём при этом Лёшка где-то раз 225 попросил лайки с подписоты, попросил подписки, и попросил, конечно же, писать ему комментарии. В общем, да, кому что, как говорится, кто о чём, о вшивой, о бане, друзья мои. Вот такой у меня получился обзор, кто-то скажет, а вот ты тоже просишь. Нет, не тоже. Нет, я в конце ролика благодарю за тех, кто ставит мне лайки, кто пишет мне комментарии. В общем, я благодарю, а не выпрашиваю, да. А также, тем более, не ставлю свои карточки, донаты и так далее. В общем, как говорится, да, все всё поняли. Друзья мои, вот так у меня получился обзор. Пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, ещё раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на мой канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо. Всех целую, всем пока.